Дорожная ситуация Как будут контролировать ее в первые сентябрьские дни У нас сегодня в гостях Алексей Членов, начальник краеволки ВДД Алексей Викторович, здравствуйте Добрый день Поздравляю вас с праздником, 1 сентября Все равно это чувствуется как праздник, да? Да, конечно, безусловно Столько улыбок детей, поэтому действительно праздник Но у вас это наоборот самые напряженные дни Что будет сделано на дорогах И как вы будете контролировать ситуацию Потому что понятно, что, как я сказал, многие вернулись из отпусков И дети, опять-таки, тоже за это могут подзабыли правила дорожного движения В первые дни наряды ДПС будут нести службу Вблизи образовательных учреждений Сегодня на всех 100% школах наши сотрудники уже выставились и работают А также в ближайшее время наряды будут таким образом скорректированы Чтобы школы входили в их маршрут патрулирования В течение августа месяца сотрудники госавтоинспекции Совместно с собственниками дорог, а также подрядными организациями Проводили обследования На данный момент мы можем сказать, что все 100% образовательных учреждений Которые находятся на территории края Готовы к новому учебному году по вопросам содержания Уличной дорожной сети вблизи образовательных учреждений Где-то обновлена разметка Где-то полностью восстановлены недостающие дорожные знаки Поэтому по линии безопасности дорожного движения Все школы по проверку прошли Как-то будете с детьми работать сейчас в первые дни, чтобы еще раз им напомнить правила Или как у вас эта работа построена? Эта работа у нас не прекращается никогда Мы в течение всего года, вне зависимости, весна, лето, осень работаем с детьми В случае, если видим детей, которые нарушают правила дорожного движения Значит проводим с ними профилактическую работу А сегодня во всех школах наши сотрудники проводят профилактическую, разъяснительную беседу Как нужно безопасно переходить в проезжую часть Потому что мы прекрасно понимаем, что многие дети, которые были летом у бабушек, у дедушек Где-то подзабыли те маршруты, по которым переходить Поэтому мы напоминаем им, а также оказываем содействие, когда они идут в школу, либо со школы А какие нарушения чаще всего со стороны детей? На данный момент это актуальные вопросы, касающиеся использования средств индивидуальной мобильности Так называемые самокаты, по которым мы уже неоднократно говорили Где-то используют велосипед Поэтому, пользуясь случаем, хотел бы еще напомнить Что даже если ребенок управляет велосипедом, либо средств индивидуальной мобильности То он должен иметь соответствующую экипировку Которая в случае возникновения каких-то травм могла бы их снизить Ну и вы знаете, очень многие забывают, я вот езжу за рулем и вижу, как по пешеходному переходу переезжают на самокатах, переезжают на велосипедах Хотя по правилам, если я правильно помню, нужно транспортное средство везти рядом, слезть с него Вы безусловно правы Действительно, когда у нас независимость, то ребенок, либо уже взрослый человек намеревается перейти проезжую часть по пешеходному переходу А до этого он управлял либо велосипедом, либо еще как-то Он должен спешиться и перевезти транспортное средство рядом с собой Еще одна проблема, которая существует сейчас, сентябрь, окончание ремонта дорог Вы довольны со своей стороны, как проведен ремонт дорог в Крае и в Красноярске? Последние годы мы тесно взаимодействуем с владельцами дорог И действительно, качество работ повышается Причем, я бы не говорил именно о качестве дорог, потому что, прежде всего, дороги должны быть безопасны И сейчас, как раз на территории Красноярского края, в рамках соответствующего нацпроекта Большое внимание уделяется именно организации безопасности на тех дорогах, которые ремонтируются Если раньше мы видели, что главной оценкой была эта ровность покрытия, когда положили асфальт То сейчас мы видим, что принимаются новые современные виды разметки Она у нас сейчас полностью круглогодична, видна, когда наносится пластиком Также мы разделяем транспортные потоки противоположных направлений И обустраиваем в соответствии с новыми требованиями пешеходные переходы Ну вот разделение транспортных потоков для загородных трасс Это вообще очень больная тема, потому что лобовые столкновения, особенно в зимнее время Это, ну, правда, мы с вами неоднократно по этому поводу здесь беседовали в студии В этом году количество таких трасс, где вот есть разделительная, скажем так, полоса Где стоят какие-то блоки, где стоят какое-то заграждение, их стало больше или нет? В настоящий момент, если кто передвигается в сторону Ачинска, то заметили Там, где имелось четыре полосы для движения, где в прошлом году не было у нас соответствующего дилинеатора То в этом году он устраивается, и все участки до Ачинска будут обустроены уже разделителем Там станет, соответственно, двигаться безопасней То, что касается других участков дорог, то в настоящий момент есть объективные причины Где невозможно его установить по геометрическим параметрам Но в любом случае эта работа проводится Буквально завтра-послезавтра у нас начнется устанавливать дилинеатор на улице Ястынская И улица Судостроительная, где в прошлом году был проведен соответствующий ремонт Но из-за соответствующих погодных условий там своевременно эту работу не провели Поэтому в этом году уже все дороги будут проведены в соответствие и в городе Красноярске Вот сейчас ремонт дорог в Красноярске идет, особенно в центре это заметно То есть у улицы Сурикова мост устанавливают у нас возле БКЗ, там были большие перекрытия Укладываются сроки или есть какие-то предписания с вашей стороны в отношении ремонтников? За сроками, во-первых, должен следить владелец дороги А по закачествам работы контролирует госавтоинспекция Но пока серьезных нареканий нет Есть, конечно, некоторые вопросы Последний вопрос, который буквально в понедельник задавали жители Это по улице Павлова, где также идет ремонт С учетом того, что 1 сентября там очень много пешеходных переходов вновь появилось Поэтому при тесном взаимодействии с администрацией Вчера все светофорные объекты на данном участке были введены в действие И сегодня дети по этой улице пошли безопасно Да, там на данный момент еще нанесена временная дорожная разметка Она имеет оранжевый цвет, но это в связи с тем, что пока работы еще не окончены Но светофорные объекты все работают Какие нарушения на дорогах сейчас самые распространенные? Вот если так сказать, рейтинг нарушений меняется или нет? В зависимости от категории дорог и в населенном пункте и не в населенном пункте Если говорить о населенных пунктах, ну это, соответственно, как всегда Наезд на пешехода, несоблюдение бокового интервала А на загородных трассах это выезд на полустречного движения Либо съездка ветопрокидывания И повышение скорости это сильно сейчас? Люди стали дисциплинированы именно в этом отношении? Ну с учетом установки камер видеофиксации Люди стали более дисциплинированы По крайней мере в тех местах, где установлены камеры фото-видеофиксации А они устанавливаются в настоящий момент именно в очагах аварийности Там количество выявляемых нарушений становится меньше И тем самым как раз это влияет на снижение аварийности Ну мы к камерам видеонаблюдения еще вернемся В нашей беседе я хочу затронуть Такой вид нарушений это со стороны пьяных водителей Вы знаете, в последнее время очень много случаев Самый последний, это накануне был в Енисейске Когда женщина за рулем, будучи в нетрезвом, насколько я уже понимаю, состоянии Сбила женщину с ребенком Те находятся в больнице, при том в непростом состоянии Вот в этом случае конкретно что будет грозить водителям? Да, действительно, пьяная аварийность, это трагедия Особенно о том, о чем вы сейчас говорите И я думаю, с учетом того, что это дорожно-транспортное происшествие Было освещено в СМИ Практически до каждого человека оно дошло Кадр-то ужасный Ужасный кадр Действительно, это невозможно И вот здесь как раз хотел бы обратиться Ко всем жителям Красноярского края Если вы видите, что человек употребляет спиртные напитки И в дальнейшем планирует сесть за руль То остановите его, либо позвоните нам, чтобы мы предприняли соответствующие меры И здесь я хотел бы обратиться и к женщинам, супругам Если муж пытается уехать Не надо думать, что ничего не случится От этого никто не застрахован Те кадры, которые облетелись, мы увидели, какая была трагедия Поэтому я хочу, чтобы все-таки люди откликнулись на этот вопрос И начали информировать нас А если не информировать, то по крайней мере Не давать возможность садиться за руль в нетрезвом состоянии Те, кто пытается это сделать У вас же есть специальная линия, насколько я помню, да? Да, эта линия работает Она работает именно по городу Красноярску И очень активно сейчас жители города Красноярска на нее обращаются Мы фиксируем те факты, когда выявляем водителей по звонкам А в населенных пунктах Красноярского края Необходимо обращаться на телефоны дежурной части территориальных органов внутренних дел Где также информация о дежурном будет доведена до нарядов ДПС И они примут соответствующие меры Я хочу вернуться все-таки к этой ужасной трагедии, которая была в Енисейске Что грозит водителям? В данном случае водителю грозит до 7 лет тюрьмы После того, как примет решение суд Вернемся к камерам видеонаблюдения Вот сейчас их становится все больше и больше Вы говорите, что все-таки это влияет на снижение нарушений Как раз на тех самых участках Но мы же всегда говорим о том, что камеры видеонаблюдения Регистрируют не только превышение скорости А какие-то и другие нарушения Вот сейчас, что с помощью вот таких современных технологий Какие нарушения фиксируют? Практически весь перечень тех нарушений, которые у нас находятся в правилах дорожного движения Что связано с движением транспортного средства Это превышение скорости, как вы правильно сказали Это выезд на полосу встречного движения Непредоставление преимущества в движении пешеходам на пешеходных переходах А также проезд на запрещающий сигнал светофора Выезд за стоп-линию То есть все нарушения эти фиксируются современными средствами Которые установлены на дорогах Но говорили, что еще была возможность фиксировать Если человек говорит, назовем по телефону, например Об этом говорили То же самое ОСАГО Отсутствие тоже говорили Что возможно такие нарушения будут фиксироваться Это есть или пока еще в проекте? Сейчас проводится тестирование данных вопросов На территории Красноярска пока оно не проводится Но в дальнейшем, с учетом развивающейся технологии Это все возможно Вот мы опять с вами говорим о том Что у нас правила дорожного движения Водители соблюдают, боясь ответственности А прежде всего я бы хотел обратить внимание на то Что это их безопасность Если он пристегнут То тогда будут последствия Даже если не произойдет дорожно-транспортное происшествие То последствия будут менее тяжкими К примеру, дорожно-транспортное происшествие Которое произошло сегодня ночью на территории Минусинского района Где погибли два человека Современный технический автомобиль Но из-за того, что водитель и пассажир Не были пристегнуты ремнями безопасности Их просто-напросто при съезде в Кювет Выбросило с автомобиля И они от автомобиля находились На значительно большом расстоянии Если бы они были в автомобиле То они бы получили, конечно, травмы Но с учетом той современной техники безопасности Которые установлены на этом автомобиле Я думаю, они бы остались живы Большое спасибо, что пришли к нам в студию И будем надеяться, что сентябрьские первые дни Они обойдутся без каких-либо происшествий Спасибо У нас сегодня в гостях был Алексей Челинов Начальник Краевого ГИБДД Всего доброго, до встречи Берегите себя и еще раз вас с праздником С первым сентября Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова